Миссионерская литургия Это литургия с комментарием. Заинтересовалась, посмотрела в интернете. Но когда присутствовала на одной из миссионерских литургий, у меня в душе какое-то смутное чувство, впечатление, что была на каком-то спектакле. Как правильно относиться к миссионерским литургиям? В первую очередь очень благодарю вас за такой актуальный вопрос. Поясню, дорогие друзья, для тех, кто, может быть, не интересовался специально, что это такое. В миссионерской концепции Русской Православной Церкви оговорено о том, что желательно совершать миссионерские литургии. Что такое миссионерская литургия? Это обычная божественная литургия, но с комментариями. Когда выходит служащий священник или диакон, два, три, четыре, пять раз выходит во время службы из алтаря, служба прерывается, священник или диакон выходит и рассказывает, объясняет молящимся, что происходит сейчас в алтаре, какой смысл тех или иных молитвословий, тех или иных действий священника. Именно вот это называется миссионерской литургией. Как к этому относиться, дорогие друзья? Конечно, вопрос очень непростой. Я могу поделиться своим маленьким опытом, потому что этим вопросом, ну, как ответственный по миссионерской работе в нашем благочине, я в свое время очень интересовался, слушал разные мнения, в том числе священников-миссионеров, мирян, которые присутствовали на такого рода литургиях. И вот мне вспоминаются слова святейшего патриарха Кирилла, когда однажды на одном из форумов святейший патриарх Кирилл ответил следующим образом о миссионерской литургии. Святейший сказал, а разве может литургия быть не миссионерской? То есть любая литургия должна быть миссионерской, сказал наш предстоятель. И вот, отталкиваясь от этих слов, хотелось бы вот на что обратить внимание, дорогие друзья. В общем-то, любая божественная литургия, совершаемая в любой день церковного года, и в любом храме, хоть в монастыре, хоть в городском, хоть в сельском храме, она и может, и должна быть миссионерской. При соблюдении, как мне кажется, четырех условий. Каких условий? Если она совершается благоговейно, если она совершается с живой верой, если она совершается со страхом Божиим, может, страх Божий — это начало премудрости, если она совершается по уставу. То есть именно ее миссионерский эффект будет обязательно при соблюдении вот этих, как мне кажется, четырех условий. А что касается именно вот того, что от миссионерской концепции прописано, того, что мы сейчас как бы называем миссионерской литургией, эта практика достаточно новая. И вот она предполагает, что служба, она как бы превращается в некий тракой, ну, прошу прощения за как бы такой наглядный урок, когда находящиеся в храме люди, молящиеся, периодически видят, как выходит священник или декон, и рассказывает о том, что такое литургия, что происходит сейчас в алтаре, какие действия совершают священники, почему и так далее. Сами по себе комментарии могут быть разные. Бывают действительно комментарии очень назидательные, очень интересные, очень такие вот познавательные, послушав которые, у людей действительно вот буквально открываются глаза. Они начинают понимать то, что раньше проходило мимо их внимания. Но мне бы сейчас хотелось, дорогие друзья, обсуждать не качество комментариев, а сам вот этот принцип. Могу поделиться своей точкой зрения, прекрасно даю себе отчет, что, может быть, мои точки зрения понравятся не всем. Дело в том, что божественная литургия относится к внутренней сокровенной жизни церкви. Любой священник, любой диакон, вообще любой мирянин, более-менее богословский, образованный, а сейчас, слава Богу, благодаря интернету и обилию литературы, ну, хоть какие-то начатки богословских знаний может получить любой желающий. И вот любой более-менее богословский подкованный человек знает, что божественная литургия, она делится на литургию оглашенных, литургию верных. И так это было с древности, что на литургию верных оставались только те, кто имели, имели благословение, имели право присутствовать на этой литургии и причащаться к святых христовых тайн. Оглашенные, то есть еще не принявшие таинство крещения, или находящиеся под эпитимией, после возглашения диакона и лица оглашения из идити, выходили из храма. И поэтому превращать божественную литургию, которая является именно молитвенную ткань литургии, прерывать комментариями, пусть даже самыми лучшими на свете, мне кажется, не совсем правильно. Почему я так думаю? Давайте переведем такую аналогию, дорогие друзья. Конечно, любые наши примеры нашей земной жизни, любые примеры, любые аналогии, они в той или иной степени очень, может быть, грубыми и натуралистичными. Вот представьте себе, дорогие друзья, что вы приглашены на аудиенции к царю, или, если хотите, аналогию современной жизни, главе государства. У вас очень серьезный вопрос, у вас какая-то просьба, мольба, какая-то сложная жизненная ситуация. Вы желаете прийти на прием к главе государства, и вот он вас приглашает. В определенное время вы предстали перед или царем, или перед главой государства, в любом формате. И вот уже начинается ваша беседа, он смотрит на вас, вы смотрите на него, вы излагаете ему свою просьбу, он вам отвечает. И вдруг во время этого диалога выходит, например, секретарь, прерывает вашу беседу, становится спиной к нему, лицом к вам, и начинает вам объяснять, кто такой глава государства, какая у него полномочия, какие возможности, какая власть, и объясняет, кто вы, что вы должны сделать и так далее. Ну, вы выслушали, конечно, он ушел, вы опять продолжаете прерванный диалог. Потом второй раз это происходит, третий, четвертый, пятый раз, шестой раз. Вам объясняются, в общем-то, очевидные вещи. Ну, не кажется ли вам, дорогие друзья, что вот такой формат вашего общения, например, с главой государства или с царем, к которому вы пришли на прием, к которому у вас мольба, просьба о решении каких-то очень важных для вас вопросов, не кажется ли вам, что вот такой формат немножко является оскорбительным и для него, и он немножко прерывает ваш диалог. Ваш диалог прерывается. А здесь молитвенная ткань божественной литургии прерывается комментариями. Пусть даже, дорогие друзья, не спорим, самые лучшие, самые грамотные, самые такие вот очень назидательные комментарии, но они прерывают молитвенную ткань божественной литургии. Правильно ли это? Давайте посмотрим с другого ракурса. Составители божественной литургии святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, или святой апостол Иаков. Разве святитель Иоанн Златоуст не был заинтересован в том, чтобы люди, молящиеся в храме, участвовали в божественной литургии? Разве он не хотел, чтобы люди молились и умели правильно молиться? Безусловно, хотел. Его прекрасные, бессмертные, можно сказать, проповеди святитель Иоанн Златоуст, об этом говорят красноречиво, как он и бичевал пороки, как он призывал молиться внимательно. И однако же святитель Иоанн Златоуст не прерывал свою божественную литургию, несколько раз делая комментарии. Если бы это было возможно и нужно, я предполагаю, что сам составитель литургии это бы сделал. Если мы посмотрим всю историю христианства, самые выдающиеся, самые яркие архипастыри, пастыри, всех времен. Вот взять, например, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Сколько мы читаем его проповедей, или его духовный дневник «Моя жизнь во Христе». Разве святой праведный Иоанн Кронштадтский не желал? Разве он не боролся с религиозной безграмотностью, с религиозным невежеством? Разве он не призывал внимательно молиться на божественной литургии? Разве он не хотел, чтобы люди глубже понимали, что такое божественная литургия, и о ее важности, о ее неотмирности, о ее необходимости для спасения? Разве он это не хотел? И тем не менее, святой праведный Иоанн Кронштадтский не прерывал литургию своими комментариями. Вот вспомним 20 век. Вот в Труице Сергиевой Лавре в 60-е годы, это годы гонения на святую церковь, люди старшего поколения так хорошо помнят. В период хрущевских гонений в Лавре был один из выдающихся подвижников, преподаватель московской духовной школы, архимандрит Тихон Агриков. Тогда в Сергиев Посад, он тогда назывался Загорск, в Лавру приезжали множество людей. Это пик хрущевских гонений. Когда служил отец Тихон Агриков, храм, трапезный храм или успенский храм Труице Сергиевой Лавры был переполнен. И когда он в конце богослужения выходил на проповедь и тихонько своим голоском произносил во имя Отца и Сына и Святого Духа, в храме водворялась полная тишина. Все внимали его словам. На его литургию старались, на литургию, которую он служит, все, кому была только возможность приезжать. И это в период гонений на Святую Церковь. И будучи одним из выдающихся, ярких преподавателей московской духовной школы, и отец Тихон Агриков не прерывал Божественную Литургию комментариями. Сама по себе вот эта практика, хорошая она или плохая, не мне судить, дорогие друзья. Раз она есть в миссионерской концепции, предлагается как возможная для того, чтобы людей как-то приобщить к вере, чтобы углубить их познание Божественной Литургии. Значит, наверняка добрые мотивы, какие-то самые благородные пожелания у тех людей, которые хотят вводить такого рода богослужебную инновацию. Но, как мне лично кажется, дорогие друзья, не претендуя на истину, хочется поделиться своей точкой зрения. Более правильным было бы самые лучшие комментарии на Божественную Литургию или их распечатать, или если даже рассказать прихожанам, желающим мирянам, до Божественной Литургии или после нее. Например, объявить, что у нас будет миссионерская Литургия с пояснениями. И до начала часов в общих чертах, кратенько всем, кратко или более-менее пространно, рассказать о Божественной Литургии. А саму молитвенную ткань Божественной Литургии уже не разрывать по-живому. Или, допустим, чтобы какие-нибудь там маршюрочки, или, допустим, листочки у мирян были, или в воскресной школе для взрослых, уже после богослужения, во внебогослужебное время, изъяснять, что такое Божественная Литургия для более глубокого и вдумчивого участия верующих людей в литургии. Но не резать по-живому саму молитвенную ткань. Еще один пример, как мне кажется, тоже заставляющий нас задуматься над тем, полезно ли это. Вспомним, что послы святого князя Владимира, крестителя Руси, когда пришли в Цареград, в Константинополь, их не стали катехизировать, им не стали что-то объяснять, их не стали в чем-то убеждать или переубеждать, хотя важность момента была всем очевидна. Это послы достаточно известного, могущественного князя, перспектива обращения в крестьянскую веру, а в лице князя и в дальнейшем всю Киевскую Русь, что, собственно, и произошло по промыслу Божию. Послов святого князя Владимира пригласили в храм Святой Софии, где совершалась божественная литургия. Такая литургия, какая она должна быть по уставу. И присутствие на этой божественной литургии, как впоследствии послы вспоминали, мы не помнили, не знали, где мы находились, на небе или на земле. Так воздействует благодать, благодать соборной молитвы на тех людей, которые, они еще не знали, что такое божественная литургия, не понимали ничего. Может быть, даже и сам язык, и все символические действия были им непонятны, но благодать так на них воздействовала, что они не помнили, где они находились. И этот опыт запомнился им, присутствие на божественной литургии. Вот так воздействует молитва на человека, который на литургии присутствует. Даже если ты сам молиться не умеешь и не знаешь, но ты будешь, если присутствовать там, где молятся другие, это уже будет иметь благодатный и миссионерский успех для тебя. Поэтому более правильно было бы, как мне кажется, не саму молитвенную ткань литургии растекать по-живому, а до богослужения делать изъяснение для тех, кто этого желает. Вот так мне представляется этот важный вопрос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok